Ростовская область станет примером для всех регионов страны по возведению модульных домов культуры. Пилотный проект, стартовавший на Дону в этом году, обсудили за круглым столом в областном парламенте. Модульные здания значительно дешевле капитальных, а срок их службы не меньше четверти века. Это удешевление, оно не за счет качества. Дело в том, что это удешевление идет прежде всего на юридическом, так сказать, уровне. И плюс к тому, совершенно очевидно, что вот эти материалы, современные материалы, очень качественные, которые отвечают всем требованиям и санпиновским, и всем остальным, они стоят в разы просто дешевле тех материалов, которые используются при капитальном строительстве. Задача – исключить проектировку однотипных ДК, похожих на магазин или склад, а также сделать здания красивыми и современными, интерактивными, многофункциональными и комфортными для детей и взрослых. Одновременно с изменением материально-технических условий надо заниматься переосмыслением задач домов культуры. И мы, собственно, такую попытку хотим предпринять. Хотим предпринять ее пока в формате того большого проекта, который заявил уже губернатор, это оснащение наших небольших, прежде всего, сельских населенных пунктов модульными домами культуры. В нынешних сельских ДК зачастую нет ни интернета, ни киноустановок. И переоборудовать старое здание под современные нормы бывает сложно. Альтернатива капремонту – модульные ДК. Проекты модулей разработают с учетом мнения ведущих архитекторов и дизайнеров ДОНА.